Здравствуйте! Это программа «Город Тать» и я Елена Чернявская. 6 июня – день рождения Александра Сергеевича Пушкина, которого заслуженно считают основоположником современного русского литературного языка. В этой связи сегодня же отмечается Международный день русского языка, вот что такое Пушкин для нас? Школьный урок литературы или, может быть, стихи, которые легко заучивались наизусть, основатель современной русской прозы? Вот эти и, не надеюсь, другие вопросы я получу ответ у моих гостей в студии. А сегодня это представители Пушкинского общества Самара Владимир Смирнов и Владимир Гальченко, заслуженный артист России. Здравствуйте, ваше гости! Я от души поздравляю сегодня с этим праздником вас, и вы имеете к этому, разумеется, непосредственное отношение. Ну, а первый вопрос к вам, Владимир Михайлович, расскажите, пожалуйста, о вашем обществе, чем вы занимаетесь, и много ли у нас любителей Пушкина в Самаре? Пушкинское общество Самары было организовано в 1987 году, 35 лет. Мы в этом году, у нас такая круглая дата, значительная дата. И за эти годы, конечно, тут самые разные акценты были в деятельности Пушкинского общества. Вот сейчас мы, последние годы, мы ежегодно издаем поэтические сборники наших поэтов, притом предпочтение, это, конечно, чтобы школьники, студенты, творческая молодежь, а потом уже все это обрамляем поэтами или русского зарубежья, или поэтами России, и вот стран СНГ. И мы благодарны всем, кто откликается, ежегодно появляется такой пушкинский сборник, и мы в эти годы даем пушкинские баллы. Притом вот в честь поэтов эти пушкинские баллы мы даем в Самаре, конечно, в первую очередь, а потом по России. Это и Москва, и Петербург, и Казанский Кремль с удовольствием принимает наши делегации. Так что это, конечно, творчество поэтов самарских, они очень активные, они в разных литературных творческих объединениях, но вот пушкинское общество их всех как-то очень консолидирует и объединяет. Спасибо. Поподробнее поговорим. Владимир Александрович, у меня к вам вот такой вопрос. Пушкин – это, я бы так сказала, кровеносная система русского языка. Вот ваше отношение к классической литературе? Ну, действительно, про Пушкина говорят, что это и солнце русской поэзии, это наше все, да? Мы как бы эти выражения знаем с детства, но как только начинаешь более пристально изучать его произведения, то наталкиваешься на такую неожиданную вещь. Он действительно очень прост, он очень простым языком пишет. И подтверждая тоже очень известную фразу, что все гениально и просто. Но тут есть засада для тех, кто хочет учить или исполнять произведения Пушкина. Он учится моментально, вот на раз, как мы говорим. Но проходит ночь, и на утро в голове нет ничего. Да, и заставляешь себя вновь, как мы говорим, заталкивать в голову его простые довольно фразы. Фокус-то как раз в том, что это очень просто. Настолько просто, что как бы мозгам человеческим за это не зацепишься сразу. Потому что что мы запоминаем? Какие-то необычные выражения, да? Да, хватает наш мозг. Ну ассоциативный ряд сразу работает, да? Ассоциативный, да. А здесь настолько так просто. Да, фонтан любви, фонтан живой. Принес я в дар тебе две розы. Люблю немолчный говор твой и поэтические слезы. Твоя серебряная пыль меня кропит росою хладной. Так лейся, лейся, ключ отрадный. Журчи, журчи свои мне были. Это же невероятно просто. Это ваше любимое произведение было? Нет, у меня их очень много. Я не могу сказать, что оно самое любимое. Но зато встреча у меня, это посвящено фонтану Бахчисарайского дворца. И первая моя встреча была в Крыму. Естественно, я взял экскурсию в Бахчисарай только из-за того, чтобы увидеть этот фонтан. Я думал, а сейчас увижу фонтан. И вдруг нас подводит к стене дворца, так как бы расплющенная такая мраморная история, и чашечки довольно маленькие, и по капельке с одной чашечки на другую, с одной на другую. Вот, в общем-то, и весь фонтан. Я поймал себя на том, что я это простое стихотворение Пушкина читал невнимательно. Это фонтан слез. Да? Это фонтан слез. Каким же он должен быть? Он должен бить, как бронзбойдом? Нет. Вот это мое знакомство было с Бахчисарайским фонтаном Пушкина. Все очень просто. Да, Владимир Михайлович, у вас тоже было такое символичное знакомство? Ну, я сам из Ленинградской области, и поэтому вот все пушкинские, ну, Санкт-Петербург, это город, конечно, Пушкина, и поэтому мы ежегодно, и я сам постоянно туда езжу, и всех наших участников в итоге, откуда бы они ни были, мы там всю Россию собираем именно в Петербурге у Пушкина. Что для вас, Пушкин, скажите, пожалуйста, 35 лет вы возглавляете это общество, не изменяйте поэту и продолжайте изучать, заниматься, просвещать, нашу молодежь в том числе. Что для вас, Пушкин? Ну, для меня Пушкин в любом случае, так же, как, наверное, и для всей России, не случайно день стал все-таки днем русского языка. Да, вот эти все олицетворения, конечно, мы все понимаем, это кладезь, на котором держится вот наша и нравственность, и культура российская, и мы благодарны, что Пушкин вот заново, заново нас всех обратил и к поэзии, и к творчеству, и к прозе в самых различных стилях. Это вот, это основа, это основа. Вообще с Пушкиным интересно, вот сейчас вот такая мысль у меня сформировалась по поводу Александра Сергеевича. Мы ведь знаем его столько, сколько знаем себя. Вот как только мы начинаем, ну, хоть что-то понимать, нам взрослые читают его сказки. Потом мы взрослеем, и как будто бы вместе с нами взрослеет и Пушкин. Он становится более мудрый, более глубокий, более философский. То есть можно действительно сказать, что каждый человек уж точно в нашей стране неразрывно связан с Александром Сергеевичем Пушкиным. А вот я сейчас, продолжая мысль вашу, Владимир Александрович, хочу рассказать свой личный пример. Вы знаете, я своему ребенку, когда он еще прямо был маленький, грудной, грудной, с шести месяцев, начинал читать Пушкина Руслана Людмил, и он у меня первый свой стих прочитал в полтора года. Вот это личное, да, вот, что Пушкин для меня. Пушкин театр. Об этом можно говорить очень много. Там очень много и странных вещей, и мистических вещей, и озорных вещей. Дело в том, что в любом стихотворении Пушкина, даже в самом маленьком, есть драматургия, то есть есть история. Да, вот, и Бахчисрайский фонтан маленький, да, принес себе в дар в себе две розы, да, вот, то есть есть история человеческая, простая человеческая история. Значит, все драматургично, все можно играть. И, естественно, Пушкина, когда читаешь, он просится для того, чтобы его сыграли. Но, как только сталкиваешься с этим, ты понимаешь, что нет, не все почему-то ложится на сцену драматического театра. Очень многие произведения Пушкина мы поем. Ну, и Недаров в театре оперы и балета Руслана Людмила. Руслана Людмила, и Борис Годунов, и Пиковая дама, да. В драматическом театре были опыты Бориса Годунова, но они не прозвучали так массово, как-то тихонечко-тихонечко. Очень много есть предположений, почему это происходит. Кто-то говорит, что в Борисе Годунове очень многое событие происходит за кулисами, а на сцене идет их обсуждение. Ну, это мнение всего-навсего каких-то людей. Мы не знаем ответ на этот вопрос. Но с Пиковой дамой в драматическом театре есть опыты. Сейчас, наверное, про мистику какую-то будем рассказать, да? Да, и в нашем драматическом театре шла тоже Пиковая дама. Есть такое поветрие, я не знаю, с чем это связано, оно много десятилетий существует. Что если театр берет в постановку Пиковую даму, жди беды. Что-то произойдет. Вот такая мистическая история. У нас Пиковая дама в драматическом театре, когда шла, очень сильно заболел артист потом, который играл Германа. Вот верьте, не верьте, но это так случилось. Вот. Поэтому... То есть негласное предсказание все-таки сбылось, да? Да, сбылось. Очень часто и много пишут пьесы по прозе Пушкина. Это повести Белкина. И станционный смотритель очень часто ставится. И сейчас в драматическом театре у нас идет барышня и крестьянка Пушкинская. То есть и капитанская дочка очень часто в драматическом театре идет. Вот есть произведения, которые мы только поем пушкинские, несмотря на то, что они написаны как пьеса. Они диаложны, написан Борис Годунов. Да, как пьеса. А есть вещи, которые вы играете. А есть, которые мы играем и разбираем. Владимир Михайлович, вот совсем недавно в нашем городе прошло такое грандиозное музыкальное драматическое действие по роману в стихах Пушкина, оперы Чайковского, Евгений Онегин, авторской версии Юрия Башмета. И вот как раз ваши коллеги читали Константин Хабенский, Ольга Литвинова отрывки. Ну, я хочу спросить о ваших впечатлениях. Конечно, мы все в восторге и мы понимаем, что приезд такого уровня и спектакля этого действия – это комплимент и Самаре, это комплимент и Пушкину, его неиссякаемой энергетике и актуальности. Поэтому все взаимно в восторге и благодарны тем, кто это осуществил. Мне очень показалось замечательным использование нашего холма, как амфитеатр на площадке. Были опыты, я думаю, они будут продолжаться, классической музыки у нашей ладьи. И вот теперь на этом холме, отреконструированном, мне кажется, что и наша природа, и наша Волга, река, вот вся русскость, которая окружала вот ту сооруженную площадку. Все сошлось в одно, поэтому, мне кажется, это очень хороший опыт, который, надеюсь, перейдет в традицию в нашем городе. У нас есть сюжет на эту тему, мои коллеги Ольги Волковой. Давайте вспомним, как это было. Легендарная пушкинская драма о горечи неразделенной любви под сопровождение симфонического оркестра. В амфитеатре на площади Славы тот самый Евгений Онегин. В постановке слились классика и современность. Музыкально-литературное действие – часть фестиваля Юрия Башмета. Сам маэстро – не только художественный руководитель, он все время за дирижерским пультом. Будут знать, кто кого любил, кто кого убил. То, что не всегда в лобе непонятно. Потому что прекрасные, замечательные актеры проговаривают текст, то есть сюжет ясен. А потом хиты музыкальные, гениальные. В постановке приняли участие знаменитые актеры. Фрагменты романа в стихах прочли Ольга Литвинова и Константин Хабенский. Для меня это прекрасные стихи, которые простотой своей открывают все больше и больше. Наверное, с жизненным проблемой. У нас каждый раз тот же Евгений Онегин, он как-то по-новому, мне кажется, звучит. Партии из одноименной оперы Чайковского исполнили молодые и талантливые солисты ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга. Моментально в работу влился и хор Самарского академического театра оперы и балета. В Самаре нам повезло, что мы смогли найти здесь профессиональный, высокопрофессиональный хор. Бывают варианты, когда мы играем этот спектакль и без хора. Но в данном случае для такой огромной аудитории мы решили сделать действие без сокращений. Приобщиться к искусству смогли тысячи жителей и гостей областной столицы. Вход был свободный. По мнению губернатора Дмитрия Азарова, в этот вечер Самара стала культурной столицей страны. Я уверен, что такие события вдохновляют людей на любовь к своей великой родине, к нашему искусству, к культуре российской. В этом году впервые проходит фестиваль Башмета здесь, в Самарской области. Все жители Самарской области абсолютно бесплатно имеют уникальную возможность увидеть по-настоящему великих исполнителей современности. Евгения Онегина в авторской версии Башмета самарские зрители приняли с восторгом. События знаковые. Мы считали своим долгом прийти в обязательном порядке, отложили все дела. Здесь это просто потрясающе. Детям это надо приобщать прямо с детства. Для удобства горожан в этот вечер усилили работу общественного транспорта. Организовали дополнительные автобусы маршрутов номер 1, 67, 41 и 34, которые ожидали зрителей в районе Площади Славы. Следующий мой вопрос. Скажите, пожалуйста, уважаемые гости, а что вы больше любите, читать или слушать Пушкина? И читать, и слушать. И читать, и слушать, потому что, оставаясь с Пушкиным, мы все, конечно, вникаем в его поэтику, в его просто энциклопедические глубины. И мы понимаем масштаб, масштаб и культуру 19 века, который он нам завещал. И, конечно, слушать это всегда, это особо. Это театр. Ну да. Это всегда слушать. Это моя профессия, конечно, лучше читать самому, потому что в чем гений Пушкина? Не в том, что он писал-то пятистопным ямбом. Пятистопным ямбом писал не только Пушкин. Подумаешь, какая гениальность, да? Гениальность в другом. Гениальность в том, что между строчек Пушкина возникают образы. Очень интересные, порой парадоксальные образы. И когда я читаю, я вижу эти образы так, как вижу я. Другой человек видит другие образы, да? И есть возможность почувствовать свою причастность к тому, что я читаю. Может быть, это связано с профессией. Да, потому что, естественно, мне кажется, что какие-то произведения я понимаю точнее, нежели, например, мой коллега Костя Хабенский. А Костя, наверное, слышал бы меня, он сказал, что это он там делает? Я иначе понимаю. Поэтому надо дать человеку возможность, чтобы подключилась его фантазия. Вот тогда весь гений Пушкина будет во всей красе. Владимир Михайлович, вы принесли с собой сборник. Давайте обратимся к нему. Я вот вижу закладочки. Наверное, было бы несправедливо, да, чтобы вы что-то не прочли из него. Вот, я говорю, у нас ежегодно в честь поэтов мы даем баллы. Конечно, эти впечатления, эти собираются в том числе и в сборнике. У нас есть такая одна, например, школа, 16-я школа Самары, с которой мы просто начинали о Пушкине, о традициях, о поэзии. А сейчас эта школа с начальных классов до выпускных ежегодно дает баллы. Они в прошлом году в Петербурге украшали наши торжества. И вот сама директор школы, она учитель физики, но вот пишет стихи. И с удовольствием я бы из ее... Да, давайте послушаем. Губернский светский бал. Кружатся пары в ритме вальса. Блистательные улыбки дивных пар. Душа и музыка сливаются в альянсы. Перчатки, бабочки и платье в пол. Танцующие также пары. Так пусть вернется Пушкин на многовение. Прожить хоть миг эпохи той хотим. То есть вот как раз та эстафета, которая идет, которая продолжается. Вот интересные стихи. Тут понятно, что Пушкин – это тема любви, это нескончаемые, это самые различные варианты. И вот из Адыгеи, из Краснодарского края нам такое прислали. «Я тону в измруде листве молодой, Упиваюсь нектаром небесной росы, И весна наколдует, любовь нам с тобой, В свой весенний сезон, В стрелах маршской грозы». Здесь тоже обращение к Пушкину. И поэтому вот с удовольствием, Я говорю, тут у нас идет перекличка в этом сборнике через всю Россию. И вот сейчас страны СНГ, и страны Европы. И даже в этом году, вот казалось бы, При наших настроениях и особых настроениях с Европы Нам уже прислали из Европы стихи, И они всегда воспринимают, как глоток свежего воздуха, Вот возможность опубликоваться в пушкинском сборнике. Ну вот видите. Возьмин Александрович, вот, наверное, в продолжении темы у меня к вам вопрос. А вот чем работа чтеца отличается от работы актера в театре? Вот это сложнее, легче или это совсем по-другому? Это совершенно другая история, потому что не каждый даже очень хороший артист Может быть чтецом и наоборот. Мы такие примеры знаем. Поэтому это как бы особый дар, Потому что это любое чтение стихотворного произведения или прозаического, Это, в общем-то, как моноспектакль. А мы знаем, что моноспектакль – это самый сложный жанр для исполнения, Потому что у тебя нет партнеров, тебе не на что опереться, Ты один. Вот ты вышел и должен... Держать как минимум в напряжении. Да, это вот нити со зрительным залом ты должен ухватить И продержать их столько, сколько ты сможешь. Поэтому мне кажется, что чтецкая история, Не могу сказать, что она сложнее, Но она совсем другая история. И это не каждому дано. Я что вспомнил, Естественно, что много ставили в театре Пушкина. Это, конечно, маленькие трагедии. Это и «Скупой рыцарь», и «Каменные гости», «Первовремя чумы» и так далее. И я особенно хочу обратить внимание на Моцарт и Сальери. Ну, это хулиганство Пушкина. Дело в том, что весь мир, весь мир уже забыл о том, что... Что Пушкин-то был хулиганом, да? Нет, что Сальери никакого Моцарта не отравил. Это его фантазия. Антонио и Сальери, говорят, был хорошим композитором. Но настолько всему миру была интересна тема конкуренции и зависти, что и Шефер потом в «Амадеусе», который идет у нас в театре, у нас Сальери... И родственники Сальери много веков подавали протесты на Пушкина. Они требовали запретить этого мерзавца. Или хотя бы вот это произведение. Потому что Сальери навсегда теперь, сколько будет существовать человечество, будет убийцей Моцарта. Это принадлежит нашему Пушкину. Это хулиганство, не более того. Но так как он рассматривал вот эту тему взаимоотношений двух людей, да, зависть, ненависть, все этапы, которые они прошли, и после него и Шефер, и еще произведения это исследовали, тема задевает многих творцов и художников на протяжении уже веков. Значит, спасибо Александру Сергеевичу. Это я спорю с родственниками Сальери. Антонио Сальери не исполняется действительно. Редко-редко, где-то в музыкальной афише ты можешь увидеть, что кто-то исполняет произведение Антонио Сальери. Вот так вот. Вы в начале программы сказали, что в России о Пушкине говорится исключительно как о поэте, который наше все, да? Вот, Владимир Михайлович, ваше мнение, скажите, а что же явилось причиной вот все-таки такого преклонения перед гением слова? — Знаете, вот сейчас приезд или привоз Евгения Онегина, вот это еще волна по городам России. Нас еще раз убедило в том, что Пушкин в любом случае остается актуальным, и буквально во время последнего нашего бала в Петербурге мы познакомились с очень талантливыми артистами ведущих театров Петербурга и заслуженными композиторами. Они написали и исполнили спектакль «Пушкин. Рок. Любовь». И мы сейчас от имени Пушкинского общества инициируем, ну, юбилейный тур. В 1833 году Александр Сергеевич ехал из Петербурга в Оренбург, окраиной Самары проехал, ну, поселок Алексеевка в любом случае, это был его маршрут. И вот сейчас мы планируем, мы ведем переговоры, чтобы этот спектакль состоялся, ну, в литературном окружении пушкинистов уже по России. Это Москва, это, конечно, Казань, где он провел несколько дней, это Сибирск, это Самара, чтобы компенсировать проезд его мимо. Но Самара оказалась благодатной, построила народный дом Пушкина. Самара поставила первый памятник в Поволжье Пушкину. И поэтому, ну, в любом случае, Самара компенсирует с удовольствием и сегодняшним праздником, в том числе и размахом этого праздника, в том числе отношениями. Да, конечно, я не могу с вами не согласиться. Вот сегодня, 6 июня, мы говорим, да, о Пушкине. Часть этого дня вы провели вот на записи нашей сегодняшней программы. Ну, а что для вас сегодня еще будет значить этот день, может быть, вернувшись домой? Достанете с полки Томик Пушкин, почитаете? Почему нет? С удовольствием. Всегда. Знаете, о чем еще хотелось бы сказать? Что любой язык, абсолютно любой, он приобретает, не могу сказать, обогащается, потому что разные случаи бывают, приобретает какие-то заимствованные слова из других языков, обрастает каким-то сленгом. Это в любом языке, не только в русском. Мне кажется, что Пушкин еще и замечательен тем, что в его произведениях звучит очень красивый русский язык. Мы очень часто говорим, что вот какой итальянский язык красивый, да, какой французский. Русский язык наряду с этими действительно красивыми языками, он очень мелодичен, он очень певуч. У нас действительно в руках наше национальное достояние. Это наш русский язык. Да, конечно. Но вот все-таки со времен Пушкина русский язык сильно изменился? Как вы считаете, Вадим Михайлович? Ну, я считаю, что нет. В любом случае, Пушкин все-таки классику дал языка. Тех, кто, ну, может быть, в силу каких-то обстоятельств читали или Державина, или Ломоносова, и тогда все осознают, какую дистанцию, какую дистанцию прошел сам Пушкин и какое наследство нам оставил. Понятно, что сейчас это много нововведений, это всегда будет. И поэтому, ну, я сам филолог, поэтому знаю и славянский, и древнерусский. Это абсолютно другой язык, это язык, который невозможно. Человек един хошдаш из Иерусалима в Ерихон и в Разбойник и в Паде. Это вот я когда-то анализировал славянский язык. То, конечно, современный русский в любом случае, это уже современный. Но он в развитии, в основе, в основе, в корнях, в этимологии все-таки остается наш русский родной. И поэтому нам все это очень приятно. Ну что же, спасибо большое. Наше время подошло к концу. Но, тем не менее, именно в этот день, и по традиции программы в том числе, я хочу предоставить вам заключительное слово. Вот что вы сегодня, 6 июня, вы хотели сказать в этот замечательный день нашим зрителям? Владимир Михайлович, друзья, сегодня у памятника Пушкина в любом случае будут звучать стихи наших самарских поэтов. Соберется актив, соберется молодежь, соберется наше даже бальное движение. Ну, мы надеемся на погоду. В любом случае, то есть это дань уважения, дань благодарности. И мы просто всех приветствуем, поздравляем, что у нас есть такая дата. И осенью пушкинское общество даст свой традиционный осенний бал. И мы всех приглашаем на соучастие. Спасибо большое. Владимир Александрович. Мне кажется, помимо того, что действительно верно сейчас было произнесено, мне бы хотелось, чтобы Пушкин в этот день был поводом, еще и поводом, ощутить нашу идентичность. Потому что язык – это идентичность нации. Чтобы мы в этот день просто об этом вспомнили. Это наша идентичность, это наша государственность. А в завершение мне хотелось бы добавить, что человек столько раз человек, сколько языков он знает. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин